Привитище, это стрель. Какой у тебя изысканный плод, а мы на нём не потонем случайно, а то я воды боюсь, если чё. Не могу поверить, док, ты его нашёл. Прикинь, я его нашёл. Поплыли дальше. Канализация Что-то я не понимаю, куда мы плывём-то, собственно. Вот смотри, там вот эти мелкие картофаны прыгают, радуются, что мы заплыли. Пожрать, жрачка и плывёт. Чувак, тут водичка с неба сыпется, я не хочу намочиться. Пойду-ка я сюда. Нет, ты меня сейчас намочишь, скотина, я обматерю тебя по-котейски. Козлина. Взял и намочил мою шёрстку. Тут тупик, если чё, если ты не видишь. Мониторные твои глаза. Тупик. Хьюстон, мы сейчас потерпим крушение. Что ты там вяхнул, я не понял. Я не понимаю твоё... Вот эти шуки. Ладно, я пошёл. Блин, а как туда? Я туда перепрыгнул? О, нифига себе, ниндзя. Через щели перепрыгивать умею. А раньше я так не умел. По бочкам, по бочкам. По трубам, по трубам. Какие коконы мощные. Я боюсь представить, что там. Даже не хочу представлять. Прикинь, там голову людей. Или там огромные зурки. Ой-ой-ой, колотите. А где фонарик-то мой? Я думал, что они в других коконах вырастают. Подожди. Сюда поближе подойду. Вот вас всех испепелить. Картофель фри. С доставкой на дом. Ой-ой-ой, я сломался. Робот-дрон-то мой. Как нам поднять ворота, чтобы мой мамкин халатик заплыл? А вот же рубильник. Я ж прямо на него смотрю. Красивый. Кровавый рубильник. Но он не кровавый, он в какой-то... В органике какой-то. Ну наконец-то ты заплыл. Вперёд из песни, как говорится, маминкин халатик. Поплыли. Ох, ё-моё. Какое тут пространство. Хватит там бормотать по-своински. Я никогда не отходил так далеко от трущок. Когда ты со мной, мне даже не страшно. Конечно, у меня этот блефлифктатор есть. Блохаста пушка, короче. Я её так буду называть. Называю теперь ствол блохаста стволом. Смотри себе память. Забудь то, что я тебе говорил. За нами слежка. Маленькие шпионы из зверки. Я их всех поджарю. О, да ты хакерить умеешь? Серьёзно? Откуда ты знал пароль, как здесь пройти? Ты здесь никогда не был. Ты чё, Джеки Чан, что ли? Ты чё-то там сломал, кретин. Только не говори, что ты всё поломал. Мне придётся исправлять это. Ох уж эта жестянка. Вся эта старая техника вышла из строя. Думаю, открыть можно только вручную. Да ты издеваешься. Иди, маминкин халатик. Исправляй всё. Я тебя тут посижу подожду. А то всё я да я. Я никуда не пойду. Я буду здесь сидеть. Ими ухать. Материть тебя. Что ты там стал? Тяни и вон найти. О, он реально тянет. Офигеть. А я думал, я сейчас всё буду сам делать. В кои-то веки. В кои-то веки за меня NPC всё решает. Обалденно. А нет, прикинь, он специально мне открывает, чтобы я дальше сам прошёл пешочком. Ну, едеть колотить. Вот это дерьмецо. Я... Эх. Не могу пойти с тобой, но ох, я не перестану искать выход. А долго ты так сможешь продержать? За Балтазара и Клементина. Когда найдёшь их, расскажи им, каким храбрым я был. Ты серьёзно сдохнуть здесь хочешь, что ли? Как меня бесят эти консервные банки. Они такие тупицы. Серьёзно. Ля-ля-ля-ля. Оу. Части тел. Прикольно. Велики. Забавно. Чьи-то органы свисают. Красота. Кажется мне сюда. Тут так влажно. Я ненавижу влажность. Даже стряхнуть не могу эту влажность себя. Свет. Свет. Снова труп какой-то жестяной банки. Сколько здесь кокунов. О, здесь сейчас будет жоповно. Побежали. Срочно бежим. Срочно, срочно. Вот так вот. Теперь в этот угол. Фух. Ого. Туда можно пройти. Блин, а туда стоит проходить? Там может какое-нибудь воспоминание. Врываемся. Ммм. Жареными волосками запахло. А вот и проход, собственно. И что мы здесь имеем? По-любому тайник. Вот я думаю, что тут воспоминание какое-то. Да. Вот оно воспоминание. Офигенно. Давай, всасывай дрон. Канализационная система. Да, теперь я вспомнил. Чистой воды было мало. Снабжение города осуществлялось с помощью огромных машин, копавших глубоко в земле. Как и все остальные ее берегли, чтобы помочь людям во время засухи. Ученые показали мне схему резервуаров для воды. Они огромные. Могут вместить в себя целое здание. Они там сидят и ждут, когда же это пушистое мясцо спустится к ним. Подойдет к нам, чтобы его сожрать вместе с его лохмотьями. А может и вовсе к вам не поднимусь, понятно? Вот ничему жизнь кошака этого не учит. С трубы упал, ну и фиг с ней, я продолжу тыгдыкать по трубам. На его бы месте я этого не делал. Но тут, видишь, как бы безвыходная ситуация, поэтому... Снова коконы. Мастер-класс по зажарке массовых картофель. Давай замутим. Вау, сколько вас тут. Врубаем свет, врубай. Срочно врубай. Черт. Кот без жизни. Приз получен. Я думал, что я успею всех зажарить. Это дрон все затормозил, блин. Ну пока достанется из моего рюкзачка. Ладно, в этот раз я буду тихоней. Вот так вот пройду. О, смотри, тут закуток есть. Закуточечный закуток. Теперь здесь проходим. Блин, я так хотел всех поджарить здесь. Вот и спокойненько прорвались. О, так тут рупильник дернуть надо. Я боюсь, что я сейчас его дерну. На меня тут все накинутся все равно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Беги! Бегу. Так и дыкаю. Сюда. О, нет, не сюда. Сейчас подели мою жопу. Мою жопу. Беги, Котич. Беги. Фух. Вот так вот у вас. Вот так вот. Теперь сюда. Ни черта. Ох, какие глаза. Вау. Вау. За мной слежка. Ой, зря я сюда пробежал. Черт подери. Вот так вот сделаю. Вот это тут глазяки. Это что за организм здесь такой большой. Так, мне направо. Ван туда к выходу. Вау, какие стройные красивые глазки. Обалдеть. Я точно говорил, что это картофельная одна большая здоровая здесь. Точнее, вот это маленькие картофели, а там большая есть. Большая картофельная. Все. Суициднулись эти морковки. Мне кажется, сюда надо. Фух. Ну неприятно, конечно, когда на тебя столько глаз смотрят. Неприятно. Вот что я тебе хочу сказать. Глазки. Эй. Проснитесь, откройте свои глазки. Дремлющее око. Как вас здесь много. Они, видимо, откроют свои глаза, когда я кого-нибудь из кокона вытащу и зажарю. Тут компьютер. B12, ты взломаешь его? Еее. И сейчас что-то начнется, да? Глаза открылись. Ух ты. Прикольно. Пойдем попробуем в них посветить фиолетовым вот этим свечением нашим. Вот так вот вам. Не, как бы им вообще пофиг. У меня дрон быстрее сдохнет. Ох, ё-моё, а что так все трясется-то? Аж коленки потряхивать знатно. Вы что там, пердите, что ли, на унитазе сидите? Картофельный. Когда все трясется, они так... Ко мне присоска прицепилась и высосала всю с меня кровь. Как пиявка. Смотри, когда потрясывают, у них глаза такие, как будто они на унитазе сидят и пыжатся. Всех поджарить, никого не щадить. Ой, кончился заряд. Оп, нам сюда. Вот он, второй компьютер. Сейчас я открою себе дверцы и сбегу отсюда нафиг. Еее, заслонка отперлась. Уху, я сбежал от этих глазюк. А, нет, все равно эти глаза здесь. И что, вам реально фиолетовый свет как бы по барабану, да? Вот отстой. О, тачки! Давай стырим тачку, мопед и поедем. Только ку... Вай, батюшки. А мне точно сюда. Тут как бы явно не до шуточек. У Б-12 всегда такое выражение, что он в афиге. У нас проблемы. Б-12 нас окружают. Фух, чуть меня не сожрали. Да ща Б-12 перегреется. Ты чё, ё-моё? Ну вот. Он сдох. Шимысь! Нас же предупреждали, что ты можешь перегреться. Чё ж так перегрелся-то, скотина ты роботизированная? Ни о чём не думаешь, кроме себя. Блин, капец, как их тут валит. Как из ведра. Как дождь с неба. Ну, тут поспокойнее. Не, мне нравится, что они такие тупенькие, глупенькие. Они не успевают за мной допрыгнуть на своих маленьких, коротеньких ножичках. О, наше спасение. Двери всегда выручают. А вот я избежал от вас. Ха-ха-ха. Эй, какаха. Ты живое? Скажи мне что-нибудь, дружок. О, очнулся. Ну, слава Богу. Ладно, ты тогда не говнище, забирай свои слова обратно. Было темно. Я был один. Было ощущение, что я снова в сети. Но ты спас меня, спасибо тебе, друг. Расход такого количества энергии был тяжёлым испытанием для моего ядра. Теперь дефлюксор полностью уничтожен. Мы должны быть осторожны. Вот говнище, что ты натворил? Ну, зачем тебе? Лучше бы мне в глаза встроили этот дефлюксор, чем тебе. Ну, не умеешь ты им пользоваться, зачем ты без моего спроса его заюзал? Слушай, дружок, ты тогда как в состоянии мне взломать вентиляционную систему? О-о-о, пошли нули единички. Тут как бы другого выхода, в принципе, да больше и нету, да? Кроме как через вентиляцию. А вдруг они включатся, когда я туда залезу, меня разрубят. Паршик кошачий сделают. Всё обошлось. Смотри на банку. Там явно есть тараканы. Она перестала колбаситься, и там никого не оказалось. Это галлюцинация, видимо. Надо смочить лапки, пройтись по водичке, чтоб меня отпустило. Налево можно пройти. Ух ты, смотри. Рисунок, как у меня на брелке. Но пойдём протиснемся здесь. А ты кто такой? С трубкой, с бородой? А не, это не трубка. Куда это я попал? Здорово. Познакомимся? Путешественник из канализации. Мы давно не видели никого из вас. Это ты связался с нами ранее, маленький аутсайдер? Аутсайдер из Забалтазара ждёт тебя. Он медитирует на вершине посёлка. Да ладно, я пойду. Какой у вас здесь водопад канализационный? Искаках. Деревья-то какие там классные, смотри, растут. Там они что-то вон стирают. Металлолом, видимо, перебирают, стирают. Вот это тут дерево, вот это красота. У меня прям челюсть отвисла моя кошачья. Робовейник. Это типа муравейник, только робовейник. Ну, кажется, мы в безопасность. Это машина. Учёный, которому я помогал, использовал одну из них. Он был болен. Это была его последняя надежда. Он вошёл в машину. Но меня с ним не было. Он был один. Что он делал? Он загрузил себя в компьютер, и потом всё стало по-другому. Но при загрузке что-то пошло не так. Он застрял на сотни лет, пока не появился маленький кот. И этот учёный, это ты? Это... Это был я. Я был тем учёным. Я был человеком. Я... Дай мне минутку. Ну ладно, подумай хорошенечко. Ещё одно важное воспоминание у нас появилось. Интересно вскрыть и посмотреть, каким ты был человеком. А может там тебя уже давно и нет. Здорово. Давай знакомиться. Прости я. Чё, ты не можешь общаться? Дай мне минутку. Мне сейчас не до разговоров. Блин, да я не с тобой хотел поболтать, а с роботом. Ох-ох-ох. Парни, во что играете? Ой, простите. Всё поломал. Катастрофа. Достижение получено. Ну ладно, ребят, не расстраивайтесь. Сейчас всё соберёте, всё будет у вас пучком. Ух ты, у них тут роскошный телевизор большой есть. И двухъярусная кровать. Ну чё ты очухался? Что ещё я забыл? У меня же должны быть родители и друзья. Что с ними случилось? Я хотел открыть город, но остался ли хоть кто-то, кого можно спасти? Вот это ты загнался. Тебе бы успокоительного принять, дружок. Это кто такой? Забалтазар? Это ты? Не, я не думаю, что Забалтазар будет в розовенькой маечке ходить. Так что лезем ещё выше. Оу, нифига себе. Да тут матрица. Он подключил себя к нескольким компьютерам. Что это? Я где-то видел это же лицо. Расшифруйте, пожалуйста. Эй, разве ты не знаешь, что сеанс трансцендентальной медитации прерывать нельзя? О, это ты. Ты был с Момо, когда мы получили тот звонок ранее. Рад наконец-то познакомиться с тобой, маленький аутсайдер. Ты знаешь, Момо и Дока. Так что ты уже знаком с нами, аутсайдерами. Я скучаю по ним. Память о них приносит мне умиротворение. Момо остался в торщопах. Я слышал. Ты помог найти Дока, а Клементина, она сейчас в Миттауне. Если ты все еще хочешь увидеть аутсайд, именно она может тебя туда отвезти. Видно, у нее был план, как выбраться из города. Вот, возьми. Я написал ее адрес на обороте фотографии. Так, Клементина, скорее всего, вон та справа, которая. С красной застенчивой улыбочкой. Спасибо. Чтобы попасть в Миттауне, надо подняться на самый верх нашего маленького поселка. Для такого ловкого, как ты, это пустяк. Если у тебя получится добраться до аутсайда, ты станешь первооткрывателем. Я бы пожелал тебе удачи, но она тебе не нужна. Я верю в тебя. Ну, благодарю. По-моему, вот этот робот, он сдох. Извини, что отключился раньше. Я человек, возможно, последний в мире. Смотри, что от меня осталось. Я так много всего вспомнил, но как много я забыл. Клементина. Вдруг, если мы найдем ее, то сможем восстановить мои воспоминания и помочь тебе вернуться домой. Мы можем вернуться вниз и расспросить компонентов. Или отправиться дальше в металл. Эээ, давай я подумаю над твоим предложением. Здесь реально такая медитативная обстановочка. И вот картина с унитазом. О, как они тут дорожный зак поставили. Типа прохода нет. Зато есть ведро. И можешь спуститься в самый низ. Провода в воде? А как ты их ешь? Во что ты их втягиваешь? Я, короче, подумал этим предложением и решил подниматься наверх. Не буду спускаться вниз. Так что, полезли. Паркурим. Здравствуйте, здравствуйте, мадам, которая поливает цветы. Вы не бойтесь ржавчины. Если она капнет на вас, ну в смысле вода, вы заржавеете. Привет, дружище, как дела? Ты знал, что тетя Клементина научила нас выращивать особые растения, которые могут жить без солнечного света? У меня их огромная коллекция, хочешь взглянуть? Вот только некоторых цветов не хватает. Не хватает желтого растения, красного растения и точно фиолетового растения. Вот бы кто-нибудь маленький и ловкий достал их для меня. У меня ничего такого нет, но я поработаю над твоим предложением. Возможно, ты бы мне помогла в будущем. Слушай, растения, их же можно пожевать. Я же кот, я люблю грызть траву и всякая такая вот зеленая штука. Ползем выше. Ух ты, красочка. Так, я хочу туда перепрыгнуть. Как мне это сделать? Давай-ка мы ее столкнем. Бум. Забавно. О, фиолетовая краска. Шпинг. Короче, я решил все-таки спуститься, поискать цветы внизу. Вау. Я прям в самый низ запустился на днище днищевое. Главное не обмочить здесь свои лапки. Значит, цветок. Вот, я вижу там красный цветок. Он нужен ей был или нет? Я уже забыл, пока спускался. Парни, мне нужен желтый, фиолетовый и возможно еще и красный. Что делать это? Кто-то называет это мусором, но для меня это сокровище. Я вообще пришел тут вот за цветочком взять красное растение. Да, нам нужно было. Так, у меня тут сложности некоторые. Как мне наверх подняться, если мой горшок уехал? Спустите мне кто-нибудь горшок. А, вот, тут вот есть ступеньки, оказывается. Ладно, попрыгали. Ох, а вот же фиолетовое растение. Ее теть колотить. Все понятно, как его теперь достать. Бежим сюда. Поднялся такой с низов и увидел. Готово. А желтые цветы? А вон они желтые. Тут, оказывается, все рядышком. Надо спуститься, видимо. Сюда. Вот и все цветочечки. Ты нашел их все? Большое спасибо. Вот, возьми мой значок в награду. О, еще один значок. Круто. Так хорошо смотрится. Ну, береги себя. До встречи, друг. Теперь у меня два значка на моем брюшке. Словно медали за отвагу, е-мое. Ну, теперь можно ползти выше. Без остановок. Надеюсь, что снова вниз меня никто не заставит спускаться. Ничего, блин, так долго ползти-то? Я уже почти на самом верху. А, мне вот сюда нужно. И что, все? Я в аутсайд вышел? Выполз, как слизняк из какой-то канализации. Ну, вроде бы как, вроде бы как я в каком-то городе. Очень похоже на это. Здесь есть кто? А где бомжи-то, блин? Обычно в таких закутках бомжи какие-нибудь, с которыми можно поболтать. О местности узнать. А, это, это же метро! И что, мы на нем куда-то покатимся? Вон, смотри, дверь открыта. Заходи, поехали. Смотри, станция метро. Я совершенно забыл о существовании этого вида транспорта. На нем можно было доехать до любой точки города. Люди ездили на нем на работу. Я тоже ездил. Каждое утро, попрощавшись с семьей. Я помню, я делал это для них, но их уже нет. Это было так давно. Они хотели увидеть аутсайд, но разве это теперь имеет значение? Что с ними стало? Что стало со всеми? Ну, наверное, они тоже в роботов превратились. В любом случае, мы уже недалеко от Мидтауна. Давай найдем эту... Да-да, Клементину. У нас есть ее фотография. Давай покажем ее некоторым из здешних компаньонов. Может быть, они направят нас по правильному пути. Хорошая идея. Да, можно, в принципе, сходить, посмотреть. Давай только сперва в поезд залезем. Может, тут какие-нибудь тайники? Ух ты! Смотри, пульт машиниста. Круто! Можно тут потыркать какие-нибудь рубильнички? Нет? Ну, что так уныло? Пойдем хотя бы по эскалатору прокатимся. А, вот. Все закидали дерьмецом. Придется по лесенкам тяпать. Я слышу чьи-то шаги. Ага! Бомжонок! Дружок! По имени Лидок. Помоги мне найти вот эту женщину. Понятно, он не умеет разговаривать. Ищем дальше. Стой, 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 стой. Подожди, подожди, подожди. Нифига себе, что тут происходит? Разборки, что ли, какие-то? Кажется, кого-то поймали. Полицейский кого-то поймал. Смотри, преступника. Слушай, полицейский, можно тебя ненадолго отвлечь? Пожалуйста, представьтесь. Или вы сотрудничаете с нами, или нам придется отвезти вас в тюрьму и перезагрузить. Ну и, пожалуй, лучше не лезть туда. Смотри, вроде бы вот эти роботы общаются, давай поболтаем с ними. Я тебе уже пять раз говорил. Ёж, нельзя здесь бегать. Это опасно. Эй, впервые вижу такого робота. Ты такой пушистый. Я вообще-то не робот. Смотри фотку. О, это девушка, которая находится в розыске, верно? Спроси кого-нибудь еще, я слишком занят. Понятно. Что у вас, тут до сих пор обыски, что ли? О, что за вопросительный значок, как в Марио? Доступ к нижнему уровню ограничен в связи с угрозой органической жизни и просьба держаться подальше от этого места. Ну вот. Пойду в коробках поковыряюсь, их тут достаточно много. Ну чё, вы тут еще не закончили свой обыск? Какие вы долгие. Чувак, давай с тобой поболтаем. Пожалуйста, оставь меня в покое. Я не тот, кого ты ищешь. А если тебе нужна Клементина, уверен, что она прячется в резиденции. О, слушай, кто бы знал, что с тобой поболтать нужно, все понятно. Резиденция? Окей. Кошачья дорожка. Мидтаун. Мы в нем. И добрались до него все-таки. Шикарно. Думаю, что на сегодня пора закруглиться. Мы находимся в безопасности, это самое главное. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк, подписаться, если ты что-нибудь подписан. И увидимся с тобой в следующем ролике. Так что, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова